Добрый день! Прежде чем начать свою лекцию, я хотел бы благодарить руководство Казанского Федерального Университета и Института Педагогики и Психологии за приглашение. Я всегда с огромным удовольствием бываю в университете и слежу за его успехами и за той практической работой по подготовке учителей, которая здесь ведется. Это огромное дело не только для Республики в Татарстан, но и для всей нашей страны. Переходя к содержанию, я хотел бы сказать, что хочу предназвить вниманию слушателей общее представление о том, что такое процесс учения в 21 веке, кого роль учителя в этом процессе. И если говорить об этом, то во-первых, нужно иметь в виду, что мир очень быстро меняется. Я начну с того, чтобы обрисовать ситуации с тем, что называется информационной революцией в мире, с тем, что они вызывают каждый раз расширение личности человека. Потом проведу примеры из школьных предметов, что это означает буквально для каждодневной жизни нашей российской школы, да и в мире тоже. И о некоторых элементах реализации того общего видения, которое я предлагаю, которые уже идут в российском образовании, и о ближайших перспективах, о том, что нам еще предстанет. В 21 веке жизнь меняется все быстрее и быстрее. Вот то, что мы увидели именно в течение нашего начавшегося столетия. И надо сказать, что никогда еще изменения не были такими быстрыми и не будут такими медленными, как сегодня. И это связано во многих с информационными революциями, но говоря о них, надо бы посмотреть далеко в прошлое. На самом деле, видимо, первая информационная революция в жизни человечества связана с самим возникновением человека разумного около одного миллиона лет назад. Тогда человек пробрал разум, способность к адаптации и способность к учению. И, видимо, учения других, как сейчас видно из наших наблюдений за историей человечества. Сто тысяч примерно лет назад появилась, видимо, речь, то есть способность передачи информации от одного человека к другому здесь и сейчас. Процессы мышления, процессы учения и деятельность человека начала быстро и радикально меняться. И вот около пяти тысяч лет назад появилось письмо. Это способ сохранения информации, передачи его от одного человека к другому, но уже не здесь и сейчас, а в пространстве и во времени. Сто лет назад мы столкнулись впервые с предсказанием искусственного интеллекта, возможной механизации разнообразной интеллектуальной деятельности человека. И действительно, это предсказание математиков сбылось в области компьютеров. Мы получили около середины двадцатого столетия мощные вычислительные устройства, которые позволили нам моделировать разные рутинные операции человека. Сложные вычисления, работа с текстами, образование изображений, коммуникации и так далее. Все это я отношусь к искусственному интеллекту, но это вопрос трамонологии. По-моему, это действительно первые признаки того, что мы что-то отдали механическим устройствам вокруг нас. Но это было то, что можно назвать логическим искусственным интеллектом, когда мы все программируем до деталей и понимаем последствия наших действий. И вот уже в 21 веке мы столкнулись с новым видом искусственного интеллекта, который можно назвать интуитивным искусственным интеллектом. На самом деле, идеи в его основе были заложены еще в той же самой середине 20 века и потом постепенно реализовывались и сейчас в связи с радикальным прогрессом именно электроники и компьютерных технологий они стали возможными. В частности, как пример того, о чем я говорю, можно сказать о том, что сегодняшний текст существует одновременно в нескольких ипостасях. Вот устный текст, как я сейчас с вами говорю, а это его запись в цифровом формате, дальше цифровой формат может быть преобразован в текст, с другой стороны компьютер может распознать напечатанный текст, провести его в цифровую форму и так далее. И последняя революция, которая, видимо, сейчас начинается и уже, можно сказать, началась, это прямой интерфейс между человеческим мозгом и информационной цифровой средой. В одну сторону он реализован в том, что называется кохлеарные импланты. Вот здесь фотография парнишки, который использует вот этот самый имплант, он не слышит, в обычном понимании он глухой, но цифровое устройство преобразует звуковые волны в электронные импульсы, прямо у него непосредственно под черепной коробкой, и там он научается слышать вот эти импульсы, как реальные звуки речи окружающего мира. Лев Семенович Выгонский рассмотрел вот эти процессы преобразования средств обработки информации, информационной революции, и сказал, что замечательным образом вот эти революции влияют на то, как человек думает, общается и действует. И более того, вот приобретение чего-то нового связано всегда с тем, что что-то исчезает, что-то отменяется, ненужными становятся целый ряд естественных процессов, работа которых выполняет самая информационная революция. И вот это исчезновение чего-то, потеря, утрата чего-то вызывает процесс, который можно было назвать контрреволюцией. Типичный пример такой контрреволюции это на самом деле выражено в короткой фразе мысль изреченная есть ложь. То есть уже устный язык приводит к потере какой-то истины. Более известный пример это революция письменности. Древняя Греция в 7-4 веке до нашей веры перешла от устной культуры к письменной. И это вызвало определенную тревогу. Вот Великий Платон в одном из своих диалогов в уста Сократа вкладывает эту тревогу. У него Сократ, как известно, устный философ устный мыслитель говорит, что письменность уничтожает мудрость общения и учения. Немножко похоже на то, как мы сегодня слышим опасения о том, что то же самое уничтожает интернет, искусственный интеллект и так далее. Вот если мы перейдем дальше, то обратимся вот к этим словам Эльба Семеновича Выгодского, то подробнее он сказал следующее. Примерами психологических орудий, ну вот тех средств, о которых мы сегодня говорим, их сложных систем, могут служить язык, различные формы нумерации исчисления, мнемотехнические приспособления, антифорическая символика, произведение искусства, письмо, схемы, карты, чертежи и так далее. И включение орудия в процесс поведения, во-первых, вызывает деятельность целый ряд новых функций, связанных с использованием данного орудия, во-вторых, отменяет и делает ненужными целый ряд естественных процессов, работ, которые выполняют орудия, и в-третьих, видоизменяют протекарные и отдельные моменты того, что мы делаем. Вот эти правительские по отношению к цифровым технологиям слова Выгодского во многом объясняют то, что сейчас у нас происходит. Но еще важнее, что это приводит к общему представлению о том, что у нас уже нельзя говорить просто о человеке, о его квалификации, о умении что-то делать, так сказать, в безвоздушном пространстве, без тех связей, в которые он уже оказался включен. И вот об этом британский философ Энди Кларк сказал, расширяющее сознание технологии включает в себя лучшие из наших старых технологий. Ручка, бумага, карманы, часы, блокнот художника логическ линейки, а также смартфоны, связывающие нас с интернетом и с повседневными объектами, которые наполняют наши дома и офисы. Очень похоже на то, что говорил Выгодский за 70 лет до Энди Кларка. И дальше продолжает Кларк. Некоторых деятелей от образования допугает. Для меня же это естественное торжество способностей, делающие нас столь мощными в решении проблем. Наш муж способен искать и использовать интимные отношения с неврологическими ресурсами, которые обеспечивают наши способности к яркому абстрактному мышлению. Мы прирожденные киборги, готовые слить в постижении мира нашу закусственную деятельность с операциями пера, бумаги, электроники. Вот это представление о расширенной личности и позволяет нам многое понять и, я надеюсь, предсказать в развитии всего нашего мира и, в частности, системы образования. Вот я еще хотел процитировать слова еще одного выдающегося деятеля, философа 20 века Мишеля Сера из его книжки «Девочка-спальчик», проведенная на русский язык. Там он говорит о святом Дионисио Ареополите, который был обезглавлен, но поднимаясь в своем, так сказать, крестном ходе на Монмартре, он держал в руках голову и продолжал проповедовать. И Мишель Сера говорит, с недавних пор мы все приводили святых Дионисио. Мозг отделился от головы с ее костями и нервными клетками. Компьютер-ящий у нас в руках вмещает в себя и приводит действие то, что мы называем нашими способностями. Память, причем тысячелетнее более мощную, воображение и даже разум. Вот это представление о расширенной личности, о расширенном сознании для нас очень важно. И это значит, что мы должны принять решение. Сегодня мы учим ученика, который никак не включен цифровой реальность, то есть мы выключаем его в школе из этой реальности. И учитель, который тоже склонен выключиться из этой реальности. И это становится все менее и менее реальной перспективой. Ну вот, говоря о расширенной личности сегодня, скажем, что элементами этой личности являются смартфоны в большей степени, чем ноутбуки, голосовой ввод и перевод его в текст, и перевод с одного языка на другой. Вот тот самый гоклеарный имплант, которым я уже показывал. Некоторые продвинутые языки, скажем, язык Wolfram Language, который помогает нам уже интеллектуально искать что-то в интернете. Это цифровые помощники, которые имитируют нашу личность и действуют от нашего имени, что на самом деле очень важно для учителя, может быть, мы еще к этому вернемся. Это прямой интерфейс мозг-компьютер. Вот здесь есть Илон Маск, который один из проектов, который он двигает, как раз вот такой прямой интерфейс. Говоря о ребенке и о том, что мы его учим, можно заметить вот такую замечательную черту, что ребенок обладает замечательными свойствами, которые вот за этот миллион лет или еще до него сформировались в мозге и в нервной системе и в органных чувствах человека. Это умение и желание узнавать новое, то, что мы называем любознательность, целостно воспринимать наш мир, действовать по образцу, удаваемому учителям или любым взрослым и таким же ребенком, адаптироваться к новым условиям, в том числе совершенно неожиданным, то, что мы называем преадаптивность следа Александра Говорича Осмолова, который сейчас популяризирует свойства взрослого человека, но и ребенка тоже. Общаться и осваивать разные формы коммуникации и совместной деятельности, лидировать и работать в команде. Все это мы видим очень маленьких детей. Соседать и творить детские рисунки всегда шедевры, учиться и учить другого, что мы наблюдаем с самого раннего возраста. Человек возрастает и начинает осознавать себя среди других, управлять собой, ставить цели, достигать их, воспринимать обратную связь, управлять собственной энергией. Вот это важные элементы детства. И замечательно, что во многом мы эти элементы теряли. Мы по традиции ремесленного, а еще более индустриального производства и авторитарного общества с этими вертикалями власти, вертикальными управления и с недостатком горизонтальности реализовывали в массовом образовании развитие только некоторых из этих черт ребенка. Способность быстро освоить образцы деятельности и коммуникации, которые потом используют и совершенствуют свою жизнь почти неизменными. Безнашивочно воспроизводить эти элементы. И вот подавление большей части вот этих замечательных способностей ребенка это свойство нашей традиционной системы образования, к которым мы привыкли, но сейчас оказывается уже невозможно с ними мириться. В 20 веке этих свой систем образования стало очевидно недостаточно, но система образования развивается слишком медленно. И можно сказать, что в нашей стране, которая занимала в некоторых отношениях действительно передовые позиции в мировом образовании, мировой педагогике, возникают школы, где учат иначе. Возникает примеры математических школ в Советском Союзе в середине 60-х годов вот я учился в одной из таких школ, работал в нескольких таких школах. Это школа сотрудничества Туберецкого, гуманная педагогика Монашвили и так далее. В 21 веке изменились приоритеты поддержки развития природенных способностей. Теперь мы не можем уже говорить, что только для избранных учащихся математических школ, полногоровских интернатов и так далее доступно творчество, решение принципиально новых задач, исследования и так далее. Все эти качества необходимы уже сегодня каждому человеку на каждом рабочем месте. И возникает представление о так называемых навыках 21 века, к которому относятся коммуникативность, коллаборативность, креативность, критическое мышление, вот эти самые 4К, преадаптивность, я уже о ней упоминал, управление собственной энергией, способность учиться и учить в других течении всей жизни. С одной стороны, они отражаются метапредметных личных результатов ГОС, с другой стороны, когда мы сталкиваемся с этими элементами федерального государственного взаимодействия, стандарта, то мы говорим, погодите, что-то я об этом уже слышал, и выясняется, что эти качества считались весьма достойными уже много веков и даже тысячелетий. Это верно, но при этом массовая школа абсолютно им не следовала. Так вот, переход состоит не в том, что мы изобрели что-то новое, иностранные слова коллаборативны с места сотрудничества ничего особенного не означает, а смысл в том, что теперь мы говорим о том, что эти качества стали нужны любому, на любом рабочем месте, то есть должны стать элементом действительно массовой школы, массового образования. Вот это то, что принес 21-й И, кроме того, 21-й конечно принес и представление о цифровых компетенциях, о том, что необходимо владение вот теми самыми орудиями, о которых говорил Выгодский в будущем, а сегодня владение современным искусственным интеллектом как частью своей расширенной личности, является необходимым элементом для современного человека. И, опять, преадаптивность к дальнейшему расширению своей личности. Вот это можно суммировать в том, чтобы сказать, что мы теряем, вспомним контрреволюцию Платона и Сократа, и что приобретаем в цифровой трансформации образования. Мы теряем то, что можно назвать машинное, механическое, точное воспроизведение в течение всей своей жизни, заданной однажды в школе инструкции. И получаем вместо этого человечества человеческое, постоянное развитие, может быть, ошибки, улучшения, изменения, приход к новому и так далее. Мы теряем массовое индустриальное образование, когда всех учат одному и тому же, по одному и тому же лекалу с одним и тем же результатом, и получаем персонализированное образование. Очень мощный толчок к персонализированному образованию дают цифровые технологии. Мы теряем механическую точность, получаем обратную связь. «Да, я сделал что-то не так, ага, я понял реакцию среды, понял реакцию других людей, понял реакцию технологии. Нужно исправить, изменить, улучшить, добавить и так далее». Вместо точной оценки, оценки 2, садись. Теряем исполнительность воли того, кто все знает за нас, приобретаем преадаптивность, способность решать неожиданные задачи в непредвиденных ситуациях. Вот так происходит развитие. Итог. Можно подвести тому, что я сказал до настоящего момента. За последние 100 лет прошла революция не меньше, чем ретиписьменность. И в 21 веке ее уже нельзя игнорировать ни в нашей повседневной жизни, ни в профессиональной работе, ни в образовании наших детей. Сегодня мы учим расширенную личность. Раньше мы учили ребенка с бумагой, ручкой, часами, линейкой, теперь еще с калькулятором и мобильником. Это часть его личности. Именно так и нужно это рассматривать. Так и нужно говорить, например, об аттестации, если угодно найденных в государственном экзамене и так далее. Нельзя лишь от детей правное цифровое будущее, запрещая использовать цифровых устройств для их работы в школе. Вот это важные позиции, с которых мы исходим. Посмотрим на школьные предметы. Родной язык. Мы часто проглашаем, что главной целью изучения своего языка это устные письменная коммуникация. В действительности же в школе мы учим в массовой школе прежде всего грамотности, правильному описанию тех иных слов орфографии. Но вот эта самая грамотность, причем даже на более высоком уровне, чем то, как мы сегодня учим, может быть достигнута обычным текстовым редактором, тем, что доступно в любом мобильнике, в любом компьютере. В чем же такая большая ценность вот этой грамотности? Ну да, это традиция, да, это культура и так далее, но посмотрим, сколько сотен часов, тысяч часов школьника уходит на освоение этого навыка, которое никогда больше не понадобится. Он всегда будет писать, используя те или иные цифры инструменты или обращаясь к ним по необходимому. Такой подход позволяет внести элемент исследования в изучении родного языка. Огромные массивы языковых данных позволяют самостоятельно строить те или иные лингвистические понятия, законы, теории, исключения и так далее. У меня нет времени на этом останавливаться, но это важное направление развития в русском языке, как и так, в любом языке, татарском, французском и так далее, которые дают возможность современные цифровые технологии. Если продолжать предметы, то математика дает великолепные возможности дать в руки ученику цифровые инструменты для самостоятельного построения алгоритмов и открытия закона решения новых задач и моделирования мира. Они могут заменить в существенной части те усилия, которые сегодня тратятся на решение логарифмических неравистов, генетических уравнений и так далее, имеющих существенного отношения к тем моделям, которые сегодня строятся, а главное, что решение всех этих уравнений безусловно доступно любому компьютеру и может быть ему передано. Никто во втором мире этих уравнений не решает. Двигаясь дальше, мы можем говорить об естествознании, где самостоятельно можно строить эксперименты, проводить исследования, что-то измерять и определять об истории и географии, когда, начиная с истории и географии своей собственной семьи и себя самого, мы постепенно расширяем все, что мы имеем, мы записываем, скажем, вспоминания нашей прабабушки, первое, что она помнит своей жизни, деревню, где она жила, находим эту деревню на карте, находим ее на спутниковой фотографии, может быть, сами приезжаем в эту деревню, видим, как все это создается, ставим эту деревню на цифровую карту, сопровождаем историю этой деревни, как здесь жили люди, находим тот дом, в котором, может быть, когда-то родилась наша бабушка и так далее. Можно это продолжать по другим предметам, я не буду затрачивать на это время. Главное, к чему мы приходим, что расширенная личность получает абсолютно новые возможности для достижения всех прежних целей, тех, которые имеют какой-то смысл в современном мире, и кроме того, мы меняем приоритеты школьного образования, приоритеты самостоятельного исследования и открытия, ориентация в мире, понимание больших идеи металлогии деятельности в той или иной области деятельности человека и умение пользоваться своими способностями как и расширенной личностью. В чем состоит роль учителя? Вот важный, принципиальный для нас сегодня момент. Больше, конечно, это не просто зачитать тот или иной фрагмент учебника. Это и раньше было не очень осмышлено, а сейчас темпачно. Но вот дать детям импульс к учению, вот сохранить и поддержать те исходные способности, о которых я говорил, развить их, воодушевить ребенка на новое знание, новое действие, новое понимание, вот это роль учитель. И для этого очень важно, чтобы сам учитель показывал, как он достигает те или иные образовательные цели. И в этом смысле мы приходим к модели постоянно учащегося учителя. Подумайте сами, учитель должен научить ребенка учиться и сегодня, и всю последующую жизнь. Как он это делает, если он не показывает сам образцов учения? Когда он учит ребенка писать или считать, он показывает, вот я умею считать, и пользуется той особенностью маленького ребенка или большого, разрослеющего подростка, как делать подобное, воспринимать образцы, их повторять, получать похвалу, поддержку или совет по улучшению и так далее. Но если учитель сам не учится, как он может научить учиться другому? И вот этот элемент признания своего незнания и неумения чего-то со стороны учителя и научение этого вместе с детьми, вот это важнейший элемент нашего ведения сегодня. Вот один пример современного учителя, это учитель 2019, учитель года России, учитель русского языка и литературы Лариса Рачишвили из Волгограда. Вот здесь замечательно той фотографии, на которой мы видим, вы, конечно, узнали по крайней мере двоих, а может быть и всех троих, вот Лариса Рачишвили стоит рядом с ней Виктор Антонович Садовничий и Ольбе Юрина Васильева, ректора Московского университета и тогда министра просвещения Российской Федерации. Люди, которые во многом символизируют для нашей педагогической общественности силу традиций, уважения к советскому образованию и так далее. Вы посмотрите, что говорит Лариса. Я почти не использую учебники в классах, потому что там тяжелые, почти неподъемные для школьников статьи. У современных детей совсем другое мышление, поэтому я иногда прибегаю к интерактивным урокам, рецикл лекций, которые читает Быков. Конечно, не так, что включила и ушла. Естественно, мы с учениками используем гаджеты, например, когда изучаем поэзию, включаем приложение Ментиметр. Еще мы делаем буктрейлеры. Это значит, что фактически совершенно иначе подходит Лариса к предмету литературы. Скорее, такой трансмедийный подход, которым в частности занимается профессор Архангельский об этом может еще сказать. Переходя к тому, насколько эта перспектива возможна, причем в массовой школе. То, что она реализуется в примерах выдающегося учителя, учителя года страны, я только что показал. На самом деле, когда мы в Москве в 2009-2013 году реализовывали федеральные государственные продавательные стандарты начальной школы, то многие из вещей, которые были реализованы в массовом масштабе, просто буквально во всех начальных школах 15 тысяч учителей работников образования прошли переподготовку, и они многие из этих вещей делали. В Московском педагогическом государственном университете мы исходили из такой же позиции на протяжении 4-х лет с 13-го по 16-й годы, и, скажем, в работе института детства мы действительно восприняли такую модель, когда мы рассматриваем фактически будущего учителя как расширенную личность, когда даем ему в уроке самые разнообразные инструменты сфоровой деятельности. Сейчас некоторые модели, которые мы там реализовывали, используются в Московском городском педагогическом университете и высшей школе экономики. Интересное начало происходит в связи сфоровой платформой Сбербанка начиная с 16-го года. Много сейчас об этом говорится, многие регионы начинают использовать эту платформу, это отдельный разговор, очень интересно, как будет происходить ее реализация в республике Татарстан, но идеология там также. На самом деле мы говорим о расширении личности, о том, что все, что происходит в школе, мы фиксируем на этой самой цифровой платформе, потом с этим работаем теми же средствами искусственного интеллекта. Федеральная программа кадровой цифровой экономики предполагает движение в том направлении и в качестве одного из показателей рассматривает измерение этого движения. Издательства просвещения из КН, которые сейчас вышли на миллионы детей с традиционным форматом электронного учебника и тестовых ответов, сейчас будут реализовывать новую модель технологии в каждом школьном предмете, когда это движение, которое будет реализовываться разными учителями в тех школах, которые будут участвовать в этой работе. И последнее, что я хотел бы сказать, что научные исследования, которые продвигают нашу школу и нашу педагогику как наука в этом направлении, в них принимает участие 60 коллективов исследований в целой программе Российского фонда фондов исследований. Несколько из этих исследований происходит и в Татарстане, реализующие общую программу цифровая трансформация российской школы. Я хотел бы пожелать вам удачи в этом году, в ситуации, когда действительно мы столкнулись с очень серьезной проблемой в нашей жизни, с пандемией, которая действительно потребовала от наших учителей очень быстрой перестройки в направлении цифровой школы, цифровой трансформации образования. Не все учителя с этим справились, но очевидно, что существенная доля, что это массовая школа, которая модель взаимодействия расширенной личности учителя с расширенной личности ученика уже реализовала. Удачи нам всем и здоровья. Спасибо большое за внимание.